Пан Эрамисе, здравствуйте! Витаю вас, дякую за заброшение, рад вас видеть в добром здравии, давно не был на вашем канале, приветствую всю вашу многоуважаемую историю, слава Украине! Героям слава и спасибо вам, господин Юнус, что присадились к нам, мы тоже рады вас видеть, это правда. Господин Юнус, большие перемены случились в вашей стране, долго ждали их, и вот теперь уже под официальной властью Нагорный Карабах. Расскажите, какая ситуация там сейчас, какие стабилизационные происходят мероприятия, и все же остаются там местное население, то, которое было армянское, или все уезжают? Я сейчас послушал вашу преамбулу, поэтому маленькое замечание, когда вы, вообще, я советовал всем моим украинским друзьям, и всем журналистам, и всем, кто смотрит сегодня на эту тему, быть очень внимательны и в терминологиях, и вообще в процессах, которые там идут, потому что, я так думаю, вам все это еще предстоит, дай бог вы освободите Крым и Донбасс, вот смотрите, потому что такого в современной истории не было, это Азербайджан, на самом деле, творит историю, это впервые на постсоветском пространстве, и, в принципе, по миру, если посмотреть, таких примеров почти нету, как после 35-летнего этнического конфликта Азербайджан всеми возможными средствами наконец-таки одержал победу, и, помимо территориальной целостности, возвращает и суверитет, поэтому здесь очень важно понимать терминологию суверитет территориальная целостность, нет такого понятия Нагорный Карабах, есть Карабахский регион Азербайджана, раньше это было вообще Карабахское ханство, чтобы вы знали, понимаете, Господин Ел순, а название в Азербайджане останется тоже, Карабах, или поменяют его? Это официально в Конституции Карабахский регион Азербайджан, он так и называется, это раньше было, в советское время это называлось Нагорно-Карабахская автономная область, Вот после этого все, что придумали вот эти сепаратисты, сравнивается с вашими ДНР, ЛНР. То есть у вас все, что касается так называемых ДНР, РНР, вы сейчас называете ОРЛО, так и вы называете именно это, потому что согласно Конституции это очень важная поправка. Потом вы сейчас сказали, что там 145 тысяч по переписи. Какой переписи? Надо поэтому, когда говорят, там большинство были они, они исходят из того, что они сделали сегодня, вот после того, как они выгнали азербайджанское население. И сегодня туда огромное количество пришлых. Посмотрите на Крым, посмотрите на Донбасс. Сегодня там коренное население с какого момента вы должны считать? С 2020 года мало ли какое там население и какая там может быть перепись. Поэтому здесь тоже надо исходить на момент начала конфликта. То есть 35 лет тому назад. И поэтому жителями Карабаха считаются те, кто жили там на момент этого конфликта. А после этого туда кто приехали? Армяне из Ливана, армяне из Сирии или из каких-то мест. И обжились там. Вот они жили же в этих семи оккупированных районах, откуда мы их всех повыгоняли. Они пожигали свои дома, ушли. И вот поэтому сейчас, которые уходят, откуда вы знаете, кто там из них коренной житель, а кто там пришлый. Поэтому будьте внимательны и в цифровом измерении точно так же. Потому что на момент начала конфликта 65% населения были армянями, 35% были азербайджанскими. Армянское население вот как раз таки жило в районе Ханкианди. Тогда в советское время это назывался город Степанакер. А азербайджанское население Шуша и все, что находилось ниже. Сегодня, они говорят, там преимущество 99% там проживает армяне. Ну, конечно, там будут проживать армяне. Вы повыгоняли всех азербайджанцев, и тогда ни одного азербайджанца там нет. Поэтому в этих терминологиях будьте очень внимательны. Это болезненно воспринимается в Азербайджане. Ну, представьте себе, я сейчас с вами буду разговаривать и буду говорить Малороссия, Новороссия, ДНР, ЛНР. Понимаете? Это очень важные моменты. Теперь, что касается вашего вопроса. Значит, после Второй Карабахской войны, как вы помните, ровно три года назад произошла Вторая Карабахская война. Началась АН 27 сентября. Господин Юнус, помимо территориальной целостности... Я думаю, что сейчас мы восстановимся. Я на линии? Пропадайте чуть-чуть. Давайте мы лучше... Я на линии? Плохо вас слышно. Давайте мы лучше восстановим связи и еще раз перенаберем вас, господин Юнус. Давайте. Друзья, говорим с Рамисом Юнусом. Это политик азербайджанский. Он сейчас живет в Соединенных Штатах Америки. Я экспертом и в этой стране, в том числе. Я, конечно, про Азербайджан. Он может рассказать нам много всего важного и полезного. Потому что он был в аппарате уряду Азербайджану. И, вероятно, это человек, который жил в тих условиях, когда была проблема в Азербайджану. И сейчас этот конфликт, он уже, кажется, справедливо вычерпался. Чи это какая-то чертова комеда? Хочется в пана Юнуса спросить и про это в том числе. Господин Юнус, вы уже с нами? Господин Юнус, вы нас слышите? Да, я вас слушаю прекрасно. Вы меня слышите нормально? Да, сейчас хорошо. Продолжайте. Ну все, поехали. Теперь, что касается вашего вопроса, ответа на ваш вопрос. Значит, после завершения Второй Карабахской войны 90% территории было освобождено, включая город Шуша и 7 районов вокруг Карабаха, как вы знаете. Но город Ханкианди и основная часть, где жили армянское население, я имею в виду Ханкианди, Ходжавян, Аскеран, Ходжалы, вот эти города, и там преимущественно они жили. По азербайджанским данным, чисто население, те, которые коренные населения, там было 35-40 тысяч. Все остальное, это все пришли люди. Но это не важно, это другой вопрос. И они оказались под контролем так называемых российских миротворцев. Ну такой был договор, три года тому назад. И теперь по договору, который был заключен, смысл был в том, что в течение пяти лет будет происходить реинтеграция армянского населения туда. Ну, как мы видим, там, где находятся российские миротворцы, и там, и в принципе, те, кто сидели в Ереване, они это воспринимали совершенно по-другому. Они думали, ничего, вот этот плац, мы сделаем из этого места очередной плацдарм, и пойдем дальше, и все вернем. Станем сильнее, поменяется конъюнктура в мире и так далее. И вот они эту лачинскую дорогу, они использовали как коридор, понимаете? Поэтому терминология коридор, дорога, это лачинская дорога, это никакой не лачинский коридор. Коридор это тема экстерриториальности, то есть контроль Азербайджана там не распространяется. И вот поэтому они в течение двух с половиной лет по этой дороге, они проводили оружие, боеприпасы, ротацию солдат. Там более десяти тысяч представителей Министерства обороны Армении. Все граждане Армении, они говорят, это армия оборона Карабаха, как говорится. Сегодня все это выясняется, и все тайное стало явным. И танки Т-72, и РСЗО ГРАД, и беспилотники. И, естественно, окопы стали строить, мы же за всем этим контролем раз сказали, два сказали. А в пункте три года назад было написано «Вывод всех вооруженных формирований». Они этого не делали. Российские миротворцы, естественно, прикрывали их, крышевали в этом вопросе. Ну, шли переговоры, и когда Россия напала на вас, политическая конъюнктура очень сильно поменялась. И это нам тоже помогло в плане того, что Запад подключился к переговорным процессам. Вы увидели, помните, как и Вашингтон, и Брюссель активно были в этом вопросе. И стали давить на ту же Армению для того, чтобы использовать момент, что можно сейчас мирный договор заключить между Арменией и Азербайджаном, автоматически между Арменией и Турцией. И тогда позиции России в этом регионе будут ослабевать. Потому что она завязла на украинском фронте, близ крик не удался. Ну, естественно, как будто переговоры шли, переговоры начались проходить. Ну, и в результате мы добились того, что Пашинян официально, публично, первый армянский премьер, руководитель страны, сказал, что Карабах — это территория Азербайджана. Никто за 30 лет этого не говорил. Ну, ты сказал А, делай Б. Так он это сказал. Кроме этого, невооруженных формирований оттуда не стали выводить. И финансирование не прекращалось. И помимо этого, он 2 сентября, вот буквально, заметьте, 2 сентября, в начале этого месяца, он поздравляет этот Карабах с так называемой 32-м годовщиной независимости. Вот представляете, ты с одной стороны признаешь Азербайджан, с другой стороны признаешь независимость и их поздравляешь. Да, господин Юнус, мы следили тоже за этой риторикой, она часто менялась. Пошли границы. Продолжайте, да. Ну да, и вот он, цель его была в том, чтобы выиграть время, потому что они на самом деле, они играли и на Россию, и на Тегеран с одной стороны, и на Брюссель, Вашингтон с другой стороны, потому что для них важно было узнать, чем закончится эта война. Поэтому часто и наезжал на Россию в плане того, спекулятивно, да, то есть для того, что мы уйдем на Запад, мы уйдем на Запад, вы должны нас поддерживать и так далее, и тому подобное. Поэтому и на Западе он больших позиций не заработал. Вы видели заседание Совета Безопасности, 2 как прошли безрезультатно, слушания в Конгрессе прошли безрезультатно. То есть одно дело озабоченность, болтология, то, что они говорят, другое дело, то, что в реальной плоскости. А в реальной плоскости ноль. Международное право на стороне Азербайджана, конъюнктура на стороне Азербайджана, армия на стороне Азербайджана и союзники на стороне Азербайджана. Турция, Израиль, Пакистан. Поэтому там ловить никому нечего. Плюс если Запад захотел бы там проталкивать свои интересы, надо проталкивать через страну НАТО, а эта страна НАТО, Турция. Да, ситуация сложная. Господин Юнус... ...была на пользу Азербайджана. И Азербайджан, естественно... Господин Юнус... Я дайте завершу. Да, давайте. Я вам просто отвечу на все вопросы, не волнуйтесь. И Азербайджан установил это пропускной пункт. Это очень важно, вам понимать это все. Потому что если вы спрашиваете, что сегодня, вы про Б спрашиваете, надо знать, что было А. И поэтому Азербайджан установил пограничный пропускной пункт. Лавочка закрыта, оружие, уже все, биоприпасы не проходят туда. Они устроили этот спектакль с гуманитарным, так называемым, кризисом. Это тоже не сработало, это тоже не сработало. И после этого началась вот эта контртеррористическая операция. Я всех предупреждал и на ваших каналах, что это пройдет за один-два дня. Это менее одного дня продлилось. Естественно, они бросили белый флаг. И после этого так называемый лидер сепаратистов принимает указ о том, что А.Р. в спуске до 1 января прием сдачи, так говорится. И сегодня азербайджанские войска, полицейские, тихо-тихо занимают все эти ключевые посты. Они, естественно, посмотрите, как 30 лет назад выгоняли миллион азербайджанских беженцев с актами вандализма, чистками, настоящими геноцидами. Весь мир тогда молчал, подчеркиваю, весь мир миллион. Сегодня 70 тысяч уехало оттуда, посмотрите, как цивилизованные едут. Полицейские сопровождают, врачи сопровождают, комфортабельные автобусы. Все под камеры, в дипломатический корпус все это смотрит. И сегодня они хотят поднять этот вой, и поэтому это опять же не срабатывает. Поэтому, дорогие украинские журналисты, будьте внимательны, потому что в Азербайджане внимательно следят и болезненно на это реагируют. Потому что вам также это предстоит. Тем более это касается Азербайджана, тот самый Азербайджан и тот народ, который с первого дня стоит на вашей стороне с 2014 года. Это правда, господин Юнус, и нам, украинскими журналистами, и людям очень тяжело. Нам тоже болит этот конфликт, это правда. Поэтому сегодня завершаю. Теперь завершаю. И что предстоит сегодня? Естественно, сейчас происходит нам прием и сдача. Азербайджан однозначно сказал, мы не заинтересованы, чтобы вы уезжали. Можете возвращаться. Ну, я понимаю, ненависть, страх. Ну, представьте себе, Россия и Украина. И вот то же самое будет предстоит у вас. Кто-то уедет, кто-то захочет вернуться. Но сначала надо, может быть, уехать, бояться, что там будет, когда это завершится. Вполне могут быть, они и вернутся. Но тут самый главный вопрос. Я так, на территории Армении нет ни одного азербайджанца. Вот в этом Зангизурском коридоре, в Зангизуре, да, где вот эта так называемая дорога, про которую сегодня много так говорят, 230 тысяч азербайджанцев жило во времена начала конфликта. В течение двух недель оттуда выселили чистки, геноцид, акты вандализма. Сегодня там нет ни одного азербайджанца. Азербайджан, говорит, зеркальная политика. 10 тысяч армян останется в Карабахе. Значит, 10 тысяч переселенцев с Азербайджана готовы переехать на территорию Армении, принять гражданство Армении, будут жить там. Вы будете с них пылинки сдувать, мы будем с ваших армян пылинки сдувать в Армении. Если там не будет азербайджанцев, так Армении могут спокойно отсюда тоже уезжать, мы создадим им все условия. Поэтому эти процессы, эти вопросы будут решаться во время мирных переговоров. И сегодня есть реальный шанс до конца этого года заключить мирный договор между Азербайджаном и Арменией, автоматически между Арменией и Турцией, под патронажем того же Брюсселя, того же Вашингтона. Я думаю, и Москва, и Вашингтон с этим просто смирится. Господин Инус, а вы верите в этот мирный документ? Роберт Кочарян и Серж Саркисян, которые с Карабаха, карабахские так называемые боевики, которые стали так называемыми президентами, потом они вернулись на поле как раз таки Армении. И вот именно поэтому сегодня те, которые такие же, как Варданян, и те, которые оттуда хотели вернуться в политическое поле Армении, они сегодня сидят уже в подвале азербайджанских спецслужб, и они будут в Азербайджане готовиться, нюрнбергский процесс по всем им. И вот смотрите, и внимательно берите этот опыт точно так же. Мы Пушилина, у Вас Пушилина, мы своего армянского Пушилина уже взяли, вот этот Рубен Варданян. И вот сегодня же арестован так называемый секретарь Совета Безопасности, министр обороны, всякие вот эти убийцы, они сидят там. Поэтому тоже внимательно следите, посмотрите, как Азербайджан выпускает мирных жителей цивильно, а вот этих всех жуликов, преступников, которые надеялись на что-то, они думали, мир поддержит и все остальное, и вовремя оттуда не уехали. И сегодня мышеловка закрылась, по одному мы их берем, доставляем в Баку, и будете свидетелем тому, как вот этот нюрнбергский процесс пройдет. Вы же сегодня тоже же собираете материал к Международному уголовному суду. Вот смотрите на Азербайджан, набирайте все этого опыта, потому что один к одному калька. Крым – это украинский Карабах. Донбасс – это оккупированные семь районов вокруг Карабаха. Это та же самая буферная зона. Поэтому не надо придумывать велосипед и не надо говорить тень на плетение, говорить, что здесь что-то другое. Особенно это занимаются в русскоязычном сегменте. Все представители российской либеральной оппозиции и многие русскоязычные журналисты, 25-летние, 30-летние, которые понятия не имеют про эти истоки, этих конфликтов, прежде чем говорить на эту тему, задумайтесь, изучайте историю. Очень болезненная тема. Я никогда не выйду, и такие из Азербайджана вы не услышите ни от одного представителя в средствах массовой информации, которые что-то скажут неправильное про Крым или про Донбасс. Потому что мы должны защищать международные права. По международному праву Крым и Донбасс это Украина, Карабах это Азербайджан, Абхазия и Южная Осетия это Грузия, Приднестровье это Молдова. И не надо придумать велосипед. Все началось в Лубянке, кукловоды сидят там. Поэтому, если мы это делаем, смотрите, изучайте этот опыт. Мы победим, победите вы, победят и грузины, победят и молдаване. Тяжело Славе не согласиться. Карабах, Азербайджан, Дир, да? Да, так правильно я сказал. Господин Юнус, еще хочется о вас спросить. По поводу вот этого Нахичвана, этого региона, вот этот Зангизурский коридор, или как правильно называть, вы говорите, что будет там? Вот ваше видение, мы понимаем, что ситуация, ну, как бы еще не в точке, это еще походу или две точки, или запятая. Какие-то процессы будут еще происходить, правильно я говорю, или нет? Сегодня в выступе произошло заседание Совета Безопасности Турции под председателем президента Эрдогана. До этого он совершил визит в Нахичеванге, встречался с президентом Азербайджана. Были сделаны очень серьезные очередные оттуда заявления для всего мира, включая и для Армении. Президент Турции сказал, что он всячески поддержит мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Что касается Зангизурской вот этой дороги, или коридор, как хотите называйте, главное, это в мирном договоре, который будет между Азербайджаном и Арменией, на базе пяти пунктов устава ООН, признание суверенитета территориальной целостности друг друга, делимитация, демаркация, и разблокировка всех коммуникаций, включая вот и эту тему. Потому что эта дорога, она была во времена Советского Союза, там 40 километров, 44 километра. Вот Азербайджан свою построил, то есть дорога через Азербайджан, через Армению, через Нахичевань, и туда, через Турцию, и в Европу, на весь мир. А там это граница между Арменией и Ираном. То есть это можно построить дорогу и как со стороны Армении, и как со стороны Ирана. И президент Турции, и президент Азербайджана вдвоем сказали, что если Армения не захочет этого, значит придется эту дорогу проводить через территорию Ирана. Но в результате этого окажется, что Армения окажется далеке от всех инфраструктурных проектов. Посмотрите на Грузию, делайте вывод. Стратегическое партнерство Грузии с Азербайджанами и Турцией во времена Саакашвили привело к Аджарии. И сравните сегодняшнюю Аджарию с той же Абхазией. Если Армения хотела бы иметь такую же ситуацию при той географии, без выхода к морю, и той логистики, которой она оказывается, у нее нет других вариантов, как не идти на мирный договор с Азербайджаном и с Турцией. Как бы парадоксально это ни звучало, сегодня спасение государственности Армении проходит чрезмерный договор с Азербайджаном и чрезмерный договор с Турцией. Поэтому я очень рассчитываю на то, что политическая элита Армении понимает свою ответственность, и она пойдет именно на это. У Азербайджана есть альтернативный вариант, а у Армении альтернативного варианта нет.